Всем привет! Добрый вечер! Прошу. Присаживайтесь. Добро пожаловать на новую высокоскоростную и очень рискованную игру «Кто хочет стать миллионером», где есть куча денег, которую мы готовы отдать вам. У нас, как всегда, можно выиграть или проиграть крупные суммы, но теперь только в борьбе с жестоким секундомером. А выиграв 50 тысяч, игроки получают новую подсказку. Часы прекращают тикать, и можно думать над ответом сколько угодно. Итак, свой путь к миллиону только начала сотрудница почты Майра Хегетти из Хейвуда в Ланкашере. Она говорит, что часто попадает в неприятности и все роняет. Но меня больше волнует то, что она не всегда думает перед тем, как сказать. И вот что было на прошлой игре. Я отвечу, как зал. Ну а за этот ответ окончательный. Верно, вас две тысячи. На выигрыш Майра распрямит свои волосы, а в нашем зале снова сидит ее подруга Эбигейл. К концу прошлой игры Майра успела дойти только до двух тысяч, потратив при этом всего одну подсказку. И теперь у нее по 30 секунд на следующие четыре вопроса. Майра, удачи! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» У вас две тысячи, и мы продолжаем мучить вас. Я, как всегда, буду читать вопросы, и как только появятся варианты, у вас будет 30 секунд на ответ. Не забывайте подсказки. Кто играет роль Жанин Льюис в сериале «Отдел убойных дел» на канале ITV? 30 секунд. Джейн Хорракс, Кэролайн Квентин, Аманда Холден, Полин Кверк. Я скажу «Б», Кэролайн Квентин. Ответ окончательный. Думаете, правы? Не знаю. Надеюсь. Вы что там прячетесь? Ответ верный. У вас пять тысяч. Пятый вопрос стоит десять тысяч. Можете позвонить другу и убрать два варианта. Вопрос и 30 секунд. Какой детский писатель создал племя пигмеи под названием Умпа-Лумпа? Время пошло. Жаклин Уилсон, Роалд Далл, Джей Эм Барри, К.С. Льюис. Б. Роалд Далл. Ответ окончательный. Все верно. Десять тысяч ваши. Вам чувство снится, что вы выигрываете много денег? Да. Какую сумму? Всегда по-разному. Иногда снится, что и на первые два ответить не могу. Уже ответили. Да, точно. А десять или двадцать – отличный сон. Просто супер. И тут вы просыпаетесь? И думаете? Да, в руках-то пусто. А работа вашей мечты – стать телеведущей? Конечно. Я бы справилась. Сомневаюсь. Это очень тяжело. Такой стресс. Итак, у вас десять тысяч. Шестой вопрос стоит двадцать. Осторожно, Мойра, вы можете проиграть девять тысяч, если ошибетесь. Вы можете взять обе подсказки и все равно забрать десять тысяч. Но вам осталось всего два шага до пятидесяти. И всего два вопроса на время. Шестой вопрос стоит двадцать тысяч. Назовите фамилию двух братьев, работавших в кабинете Гордона Брауна в 2007-м. Тридцать секунд. Бен Стро Джонсон Милибент. Можно взять подсказку, звонок другу? Конечно. Стоп, часы. Двадцать три секунды. Так, посмотрим на ваших друзей. Боже. Что с Питером? Что он делает? Не знаю. И подумать страшно. А в середине? Это ваш парень? Да. Который внизу. А кто в середине? Друг друзей. Друзей. Похож на какого-то рестлера. Умерен, он хороший человек. Итак, кто знает политику? Думаю, надо звонить Питеру. Который сверху? Да. Что ж, ладно. Зададим вопрос, дадим варианты, один из которых стоит двадцать тысяч. Потом вы сможете взять пятьдесят на пятьдесят и все равно забрать деньги. Ладно. Алло. Питер. Привет. Крис Таррент, как дела? Хорошо, как у вас? Неплохо. Это звонок, которого вы боялись. Со мной играет Мойра, застрявшая на одном вопросе, стоящем двадцать тысяч. Дело серьезное. Понял. Сейчас вы услышите Мойру, она прочтет вопросы, варианты, один из которых стоит двадцать тысяч. Ясно? Да. Мойра, удачи. Время пошло. Питер, назови фамилию двух братьев, работавших в кабинете Гордона Брауна в 2007-м. Бен, Стро, Джонсон или Милли Бенд? Милли Бенд. Насколько уверен? На сто процентов. Спасибо, Питер. Люблю тебя. А какие там были варианты? Бен, Стро, Джонсон, Милли Бенд. Нет, точно Милли Бенд. Уверен? Да. Уверен? Да. Класс, спасибо. Не за что. Пока. Пока. Он точно уверен. Однозначно. Время пошло. Да, я скажу. Д, Милли Бенд. Ответ окончательный. Сто процентов большая степень уверенности. Двадцать тысяч ваши. Итак, у Мойры 20 тысяч фунтов, она в одном шаге от 50, которые станут минимальной суммой ее выигрыша. И у нее последняя подсказка. А через пару минут мы услышим последний вопрос на время. Мы продолжаем с Мойрой Хэггетти. У нее уже 20 тысяч, и есть одна подсказка. Как самочувствие, Мойра? Сильно нервничаю. Правда? Даже сейчас. А чего нервничать-то? Сума очень крупная. Вы не обязаны отвечать на вопрос, но... Если ответите верно, заберете как минимум 50 тысяч. А вы сами сказали до начала игры, что и не думаете взять деньги и убежать. Не так ли? Да, но в этом кресле все меняется. Не сомневаюсь. Миллион-то не шутки. Ладно, итак, седьмой вопрос на 50 тысяч. Он же последний вопрос на время. Слушаем. На каком континенте водится паукообразная обезьяна? 30 секунд. Африка, Азия, Южная Америка, Австралия. 50 на 50, пожалуйста. Стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив в Мойре один верный и один неверный. Остались Азия и Южная Америка. Время пошло. Мне кажется, в Южной Америке, но... Может быть, и в Азии. Я беру деньги, Крис, ответ окончательный. Вы же сказали, не будете забирать деньги. Я уверена, что в Южной Америке, но не хочу... 20 тысяч большие деньги. Да, большие. Да. Хорошо, аплодисменты, Мойре. Мойре, она забирает 20 тысяч фунтов. А почему вы думали, что в Южной Америке? Что-то по телевизору видела. Там были пауки и Южная Америка. Уверена, что там. Да, верный ответ, Южная Америка. Ничего. Очень жаль. Ерунда. Подумаешь, ерунда. Ну да. 20 тысяч не ерунда. Аплодисменты, Мойре. Удачи. Замечательно играли. Итак, Мойра Кегетти превратила 2000 с прошлой игры в 20. А значит, мы встречаем нового претендента из города Виган, что в Большом Манчестере. Это Джон Свифт. Здравствуйте. Присаживайтесь. Айти-специалист Джон Свифт говорит, что очень лёгок на подъём, но его жена Трейси не согласна. В молодости он умел танцевать, дрожа ногами, как в Эспрессе. А теперь может только слегка потрястись и пошевелить ушами. Джон пришёл к нам, чтобы доказать Трейси, что он не такой глупый, как она думает. Интересно, окажется ли она права? А в зале за Джона болеет его отец. Джон старший. Кровельщик на пенсии. Вроде всё рассказал. Итак, 12 вопросов. Первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвёртую. После чего можно расслабиться и думать сколько угодно, чтобы выиграть миллион. А на первые 2 вопроса у Джона будет всего по 15 секунд. Придётся думать быстро. Удачи, Джон. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером». Сейчас я засчитаю первый вопрос, и как только появится вариант, у вас будет 15 секунд на окончательный ответ. И вот. Для чего мужчины обычно надевают плавки? 15 секунд пошли. Чтобы купаться, вязать, варить, писать смс-ки. Для чего мужикам плавки? Мой ответ – А, купаться, Крис. А цвет верный? 500 фунтов. А сейчас последний шанс уйти ни с чем, но этого не будет, ведь у вас есть подсказки, и второй вопрос гарантирует вам несгораемую сумму. Так что всё будет в порядке. Что делают с вином, чтобы сделать глинтвейн? Время. Добавляют джин, греют, льют в еду, замораживают. Мой окончательный ответ – греют. Верно, у вас тысяча фунтов. Итак, у Джона уже тысяча фунтов, а значит, теперь на ответы будет по 30 секунд. Но и вопросы станут посложнее. Как себя чувствуете? Уверен. Вы собраны? Да, собраны. Вы сказали, как гордый житель Вигана, что даже выиграв миллион, останетесь жить в Вигане. Верно. Что же в нём такого? Там всё. Мои родня, друзья, всё. Работа. Я просто не знаю, где ещё был бы счастлив. А за какой футбольный клуб болеете? Ливерполь. Но мы тоже растим хороших футболистов. Я вот пятилетнего сына отдал заниматься. Скоро вырастим команду. У вас тысяча фунтов. А сколько хотите? На пять тысяч я шикарно отдохну летом. И всё? Если дойду до десяти двадцати, будет супер. Я смогу много что сделать, но меньше пяти тысяч не хотелось бы. Я пообещал жене отдых. Ясно. Третий вопрос стоит две тысячи. Давайте играть. У вас будет 30 секунд на ответ. Закончите водительскую аббревиатуру. Зеркала, сигнал, и что потом? Варианты, метка, манёвр, движение, ход. Манёвр. Ответ окончательный. Не ход. Нет. Когда на право сдавали? 20 лет назад. Ответ верный. У вас две тысячи. Ладно, Джон, шутки в сторону. У вас две тысячи, а нужно пять. Вы должны выиграть пять. А то не пустят домой. Не забывайте подсказки. И вот четвёртый вопрос на пять тысяч. Что бывает двойным? 30 секунд. Бухгалтерия, нотное письмо, альпинизм, яхтенный спорт. Бухгалтерия, ответ окончательный. Почему именно она? Я слышал, что бывает двойная бухгалтерия, чтобы уйти от налогов. Может, подсказку? Нет. Я уверен. Как бы. Ответ верный. Пять тысяч ваши. Неплохо, да? Соливка переживал. Что так ответил? Смотрите. Пять тысяч уже есть. И без единой подсказки. Пятый вопрос стоит десять тысяч. Можно удвоить выигрыш. И не забывайте о трёх подсказках. Вот и вопрос. О каком британском городе говорят, что в нём больше каналов, чем в Венеции? Время. Эдинбург, Манчестер, Бристоль, Бирмингем. Я хотел бы спросить у зала, Крис. Ладно, стоп, часы. 26 секунд. Зал. Пульты в руки. Джон взял первую подсказку. И вот вопрос. О каком британском городе говорят, что в нём больше каналов, чем в Венеции? Кнопка А. Эдинбург. Б. Манчестер. С. Бристоль. Д. Бирмингем. Вопрос на десять тысяч. Голосуем. 8% за Эдинбург, 29% за Манчестер, 22% за Бристоль, 41% за Бирмингем. Большинство, хоть и не уверенное. Время пошло. Можно 50 на 50? Конечно. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Джону один верный и один неверный. Эдинбург и Бирмингем. За Эдинбург 8%, за Бирмингем 41% время идёт. Соглашусь с залом, Бирмингем. Ответ окончательный. И верно, и теперь у вас 10 тысяч. Спасибо. Вашего сына зовут Киган. Да. Киган Брэдли. А как бы назвали девочку? Далглиш? Да. Да. Классное имя, да? Ладно. У вас 10 тысяч. И два шага до 50. Надеюсь, всё получится. Вы можете позвонить другу или забрать деньги. Шестой вопрос стоит 20 тысяч. Можно позвонить другу и всё равно забрать деньги. Всё ясно? Да. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч. Что принесут в индийском ресторане, если заказать мёрг? 30 секунд. Ягнёнка, чечевицу, креветок, курицу. Я возьму звонок другу. Ладно. Позвоним в индийский ресторан? Да. Ну что ж, посмотрим на ваших друзей. О боже. Берт, Дэйв и Фил. Кто они? Родня? Дэйв и Берт – друзья отца. А Фил – мой коллега. Ясно. И кто может знать, кто ходит по индийским ресторанам? Кажется, Дэйв часто ходит. По нему сразу видно. Давайте звонить Дэйву. Ладно, звоним Дэйву. Джон, прочтите вопросы, варианты. А потом я запущу секундомер, на котором всего 22 секунды. Вы можете забрать деньги. Отвечать необязательно. До 52 шага. Он, наверное, в ресторане. Вполне возможно. Скажите, чтобы быстро прочел меню. Алло. Дэйв. Да. Крис Таррент, привет, как дела? Спасибо, неплохо. А мы как раз обсуждаем вас на игре. Так. Передо мной сидит Джон, застрявший на одном вопросе. Он думает, что вы можете знать ответ. Так ли это? Хорошо. Все ясно? Вопрос на 20 тысяч. Дело серьезное. Понял. Итак, Джон, удачи. Ваше время пошло. Привет, Дэйв. Привет. Что принесут в индийском ресторане, если заказать мертвых? Ягненка, чечевицу, креветок или курицу? Прости, Джон, я не знаю ответа. Честно говорю. Прости. Совсем не знаешь, Дэйв? Понятия не имею. А гадать не хочу. Ничего страшного. Прости, друг. Удачи тебе. Пока. Время пошло. Мне кажется, чечевица. Б, чечевица. Ответ окончательный. У вас было 10 тысяч. И вы могли их забрать. Вы потеряли 9 из них. О, Джон. Ничего. Верный ответ. Курица. В жизни не слышал. Курица мертв. Мне очень жаль. Вы, наверное, единственный в Британии, не ели индийскую кухню. Аплодисменты он забирает. Одну тысячу пунктов. А через пару минут у нас будет новый претендент. Встречайте жительницу Чорли, что в Ланкашире. Кэти Прескотт. Идите к нам, Кэти. Присаживайтесь. Вы просто шикарно выглядите. Спасибо. Устраивайтесь. Вот так. Кэти Прескотт работала в Министерстве здравоохранения, а потом была соцработником. Но сейчас ищет работу поинтересней. Кэти любит трудности читать, готовить и переодеваться в принца. Боже. С ней сегодня подруга Денис, не давшая Кэти выпить или съемкой, потому что Кэти начинает шепелявить с одной рюмки. 12 вопросов, первые 7 на время, 1 миллион фунтов, 3 подсказки и по 15 секунд на первые 2 вопроса. По-моему, все просто и ясно. Итак, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Сейчас я зачитаю первые вопросы, как только появится вариант, у вас будет 15 секунд на окончательный ответ. Ясно? Да. Да. Ну, приступим. Первый вопрос. Про что обычно пишут на последней странице британских таблоидов? Время. Еда, здоровье, спорт, финансы. Пишут про спорт, Крис. Ответ окончательный. И верный, Кэти. 500 фунтов ваши. А сейчас последний шанс уйти ни с чем, но этого не произойдет. Ведь у вас есть подсказки. И второй вопрос гарантирует вам несгораемую тысячу. Так что все прекрасно. Что из этого популярно в детской кухне приправа? Время. Оранжграсс, лемонграсс, грейпфрутграсс, мандаринграсс. Лемонграсс, Крис. Ответ окончательный. И верный. Тысяча ваша. Кэти, для спокойной и собранной вы как-то сильно трясетесь. Я прикидываюсь спокойной, а у самой ноги вот так. Вам не нравилось быть соцработником? Почему? Нет, нравилось, но работа очень тяжелая, много стрессов. Есть свои плюсы и минусы, но далеко они для всех. Многие выгорают за первые несколько лет. Неудивительно. И что вам нравится делать? У меня есть юридическое образование, и я думаю, может его применить и стать адвокатом? Ладно, у вас тысяча фунтов. До миллиона десять шагов. Целые все три подсказки. На какую сумму вы рассчитываете? Все люди ставят какую-то цель. На что реально сгодится ваша эрудиция? Спасибо. До какой суммы вы сможете дойти? Меня устроят и тысячи, но... Она уже есть. Да. В общем, за несколько лет работы в Минздраве я обросла долгами, и 20 тысяч хватило бы, чтобы закрыть долги. Может, я куплю новую кухню и съезжу на мазилы с моим парнем. Ясно. Что ж, от 50 тысяч вас отделяет пять вопросов, которые будут на время. По 30 секунд на каждый. Третий вопрос стоит 2 тысячи. Кому в детском стишке «Бе-Бе-Черная овечка» не достанется мешок шерсти? Время пошло. Господину, госпоже, мальчишке, фермеру. Ответ «Д» Крис, фермеру, окончательный. Прочли про себя в уме? Да, прочла. И когда вы... Мы все прочли. Для господина, и для госпожи, и для мальчишки, значит, фермеру нет. И на что мы тратим жизнь? Ответ верный, у вас две тысячи. А вдруг там было бы так? Для мальчишки из переулка, который станет фермером. Тогда было бы плохо. Четвертый вопрос стоит 5 тысяч, у вас целые все три подсказки. Слушаем. Кем работает Бриджит Джонс из серии фильмов о ней? Время. Сотрудник колл-центра, агент по недвижимости, юрисконсульт, тележурналист. Она тележурналист, ответ окончательный. Вы верны? Пять тысяч ваши. Итак, пятый вопрос стоит 10 тысяч. Можно удвоить выигрыш. И не забывайте о трех подсказках. Какой шотландский город был назван столицей Игрсодружества 2014 года? И вот и варианты. Глазго, Инвернес, Абердин, Эдинбург. Я бы хотела спросить у зала, если можно. Стоп, часы. Осталось 22 секунды на ответ после подсказки. Зал. Возьмите, пожалуйста, пульты. Какой шотландский город был назван столицей Игрсодружества 2014 года? А. Глазго, Б. Инвернес, С. Абердин, Д. Эдинбург. Голосуем. 50% за Глазго, 8% за Инвернес, 7% за Абердин, 35% за Эдинбург. Время пошло. 50% Можно 50 на 50? Можно. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив качать один верный и один неверный. Время пошло. Ладно. Мой ответ Глазго, Крис, окончательный. И правильный. У вас 10 тысяч. 10 тысяч ваши. Осталась одна подсказка. Звонок другу. А до 50 тысяч еще два шага. Почему вы переодеваетесь в принца? Я его обожала. Три раза была на концертах. И что носите? Лиловый мне не идет, поэтому я хожу в черном. Черный пиджак, черные леггинсы. Серьезно? Персиковая рубашка. Ну и волосы. Много волос. Ясно. Очень привлекательный костюм. У вас 10 тысяч. До 50. Два шага. Есть две подсказки. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. Как часто происходят рабочие встречи премьер-министра и королевы? Время пошло. Каждый день, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Я не знаю, Крис. Придется позвонить другу. Ладно, стоп, часы. Осталось 19 секунд. Давайте посмотрим на ваших друзей. Энди, Полин, Мэттью. Мэттью лет шесть. Это старое фото? Да, старое. Сколько ему сейчас? Где-то 41. Ничего себе. Это мой брат. Это ваш брат? Да. Смешная семья. А кто Энди и Колин? Колин мой отчим. Хорошо знает компьютеры. А Энди, я не знаю, он друг друзей. Что? И вы доверите 20 тысяч незнакомому человеку? Его хорошо знает мой брат. Говорит, он приличный и очень, очень умный. Я говорила с ним по телефону. А вы рисковая женщина? Да. Да. Еще я говорила с его братом, он сказал, Энди хорошо играет в викторины, и рекомендовал к нему обратиться. Значит, звоним ему. Я рискну и выберу Энди. Но вы же его не знаете. Ну да. Здесь бывают только раз. Да, но обычно звонят тем, кому знают. Ну ладно. У вас 10 тысяч. Если ошибетесь, можно не отвечать. Но если ошибетесь, потеряете 9. Да, я знаю. А сейчас вы отдадите 20 тысяч в руки полному незнакомцу. Ну хорошо. Алло. Алло. Энди. Слушаюсь. Это Крис Таррент. Добрый вечер. Привет, Крис. Здравствуйте. Как дела? Спасибо. Хорошо. Передо мной сидит незнакомая вам Кэти. Я хорошо знаю ее брата. Она приятный человек и застряла на одном вопросе, стоящем 20 тысяч фунтов. Понял. Все как во сне. Сейчас заговорит Кэти, она задаст вопрос и даст ответы, один из которых стоит 20 тысяч. Все ясно? Да. Удачи, Кэти. Ваше время пошло. Энди, как часто происходят рабочие встречи премьер-министра и королевы? Каждый день? Раз в неделю? Раз в две недели? Или раз в месяц? 19 секунд. Кажется, раз в неделю. Раз в неделю? Думаю, да, но 100% не дам. А на сколько уверен? 60 на 40. 60 на 40 в какую сторону? В сторону раз в неделю. В сторону раз в неделю. Ладно, спасибо. О, боже. 19 секунд, время пошло. О, боже. Я беру деньги, Крис. Точно? Ответ окончательный. Ладно, стоп, часы. Для меня это слишком важно, а он не был уверен. Но зачем вы рискнули и позвонили тому, кого не знали и не доверяли? Не знаю. Вот сижу и думаю. Наверное, он был прав. Но я просто не могла рисковать такой большой суммой. Будете жалеть, если он прав? Думаю, да. Он был прав. О, нет. Но вы забираете... Аплодисменты. Она забирает 10 тысяч. А у нас новый игрок. Стэп Браун из Доркинга. Стэп Браун. Стэп Браун. Стэп Браун. Здравствуйте. Прошу вас. Маркетолог Стэп Браун считает себя хохотушкой. Ее смех слышен во всех уголках офиса. А когда радуется, она скачет, как заведенная, и очень громко кричит. Поэтому предлагаю убавить звук ваших телевизоров, чтобы не испугать кошку. За Стэп болеет с берушами в ушах ее отец Деннис, который дал Стэп очень важный совет на игру. Выиграть. Спасибо, папа, ты гений. Итак, 12 вопросов, первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвертую. И по 15 секунд на первые 2 вопроса. Стэп, удачи, мы начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос стоит 500 фунтов, и, как появятся варианты, у вас будет 15 секунд на ответ. Первый вопрос. А какой части тела можно сказать колесом? 15 секунд. Глаза, руки, уши, ноги. Не знаю, беру помощь зала. Ладно, зал. Давайте поможем Стэп выиграть тысячу фунтов. Прошу взять пульты. А вот и вопрос. О какой части тела можно сказать колесом? Кнопка А, глаза. Б, руки. С, уши. Д, ноги. Интересно, как вы проголосуете. Приступаем. Прошу. 3% за глаза, 4% за руки колесом, 4% за уши колесом, 89% за ноги колесом. Время пошло. У вас 4 секунды. Ноги. Ответ окончательный. Ты верный. Спасибо. Стэп, не благодарите. Многие из них натуральные овощи. Что может быть колесом? Ой, не знаю. Может, глаза? Ладно, Стэп, без паники. Для того и нужны подсказки. Но предупреждаю, сейчас последний шанс уйти ни с чем. Но этого не произойдет, ведь у вас есть подсказки, и второй вопрос гарантирует вам несгораемую тысячу. Помните совет папы, выиграть. Второй вопрос у вас будет 15 секунд. Какие транспортные средства участвуют в гонках на выживание? Время. Машины, квадроциклы, танки, велосипеды. Я беру звонок другу. Ладно, стоп, часы. Давно у нас такого не было. Итак, посмотрим на ваших друзей. О, боже. Вы точно хотите звонить? Наверху Дэвид? Кто он? Он директор моей компании. Он директор компании? Ничего себе. А кто такой Рори? Мой коллега. А Стефан внизу? Просто друг. Ясно. Кто из них может знать ответ, если они ошибутся? Вы уйдете домой ни с чем. Не говорите так. Но я не вру. Я знаю. Думаю, Рори должен знать. Точно? Он должен знать ответ. Ладно, а где сейчас Рори? Думаю, сейчас он дома. В Лондоне. Ладно, звоним, задаем вопрос, говорим варианты. А я скажу, что вопрос на тысячу, ладно? Алло. Алло. Рори? Да. Крис Таррент, добрый вечер. Добрый, как дела? Хорошо, у вас готовы к интеллектуальной бойне? Я слегка нервничаю, но... Думаю, вы сможете ответить на вопрос. Передо мной сидит Стеф, застрявший на одном вопросе. И нужна ваша помощь, ясно? Да. Сейчас Стеф задаст вопрос и даст вариант, один из которых верный. Понял. Стеф, удачи. Ваше время пошло. Рори, какие транспортные средства участвуют в гонках на выживании? Машины, квадроциклы, танки, велосипеды? Машины. Спасибо. Брошь, удачи. Спасибо, пока. Пока. Время пошло. Машина, ответ окончательный. Я же говорила, что он знает. А вдруг ответ неверный? Нет, он точно верный. Он верный, тысяча ваша. Как самочувствие? Нормально, тысячи уже есть. У вас тысячи, да? Да. Вы рановато потратили две подсказки, но получили несгораемую сумму и сберегли 50 на 50. Стеф не знает об этом, но мы приготовили ей небольшой сюрприз. Привет, Стеф. Удачи тебе. О, боже. Выиграй много денег и получи удовольствие. Надеюсь, спортивных вопросов не будет. И я люблю тебя, детка. Как приятно. Кто это был? Марти, мой парень. А почему именно он? Он ваш близкий человек, вроде. Ладно, теперь у Стэн будет по 30 секунд на ответ. А наш третий вопрос стоит 2000 фунтов. Смотри, вот он. Я знаю, золотистый лабрадор. Ответ окончательный. Ответ верный. У вас 2000. Ну, наконец-то повезло. И одна подсказка в запасе. А четвертый вопрос стоит 5000. Давно вы получили диплом психолога в Саутгемптонском университете? В 2008. Не зря учились в УЗИ? Нет. Ладно, просто спросил. Задайте вопрос по психологии. Я сам не знаю, что спросят компьютер. Итак, у вас 2000. Это в два раза больше, чем вы ожидали. Да. А четвертый вопрос стоит 5000. У вас одна подсказка. У какого из этих растений иглообразные листья? Время пошло. Мясо, петрушка, розмарин, кориандр. У розмарина ответ окончательный. Ответ верный. Так-то лучше. Есть подсказка? Да. Зачем вам вообще деньги? Есть план? Честно говоря, еще не думала. Хочу съездить в отпуск. На 5000 можно. А куда? Туда, где жарко. Надеюсь, получится. У вас 5000. И осталась подсказка 50 на 50. Пятый вопрос стоит 10 тысяч фунтов. В какой из этих стран ездят по левой стороне дороги? 30 секунд. Австралия, Швеция, Франция, Канада. Думаю, это Франция. Я беру 50 на 50. Ладно, стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив стэф. Один верный, один неверный. Время пошло. Или Австралия. Я беру деньги от лет окончательной. Я не знаю. А деньги это большие. Не могу рисковать. Не слушайте их. Радуйтесь. Вы забираете 5000 фунтов. Аплодисменты. Я рада. А как бы вы все же ответили? Не знаю. Сперва я думала Франция, а потом... Может быть и Австралия. Но склоняюсь к Франции. Вы ошибаетесь. Правда? Верный ответ Австралия. Итак, она забирает 5000 фунтов. А сегодня с нами играли Мойра Хегетти, продолжившая игру с прошлой программой, выигравшая 20 тысяч. Гордый виганец, хоть и болеющий за Ливерпуль, Джон Свифт, упал с 10 до 1000. Кэти Прескотт вовремя забрала 10 тысяч, а стэф забирает 5000. Всем удачи от меня и нашей команды. До скорых встреч. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм ТВ по заказу телекомпании Стрим в 2012 году. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ